Бесконечные новости Бесконечные новости Бесконечные новости Бездельничаем Спасибо Мы начинаем наш выпуск и прямо сейчас смотрим Бесконечные новости Добрый день! Вы смотрите информационную программу Бесконечные новости Меня зовут Ульяна Прохорова Чтобы не пропускать новые выпуски шоу Следите за нами вконтакте и на ютубе И вот главные новости этого выпуска Сегодня гости нашей передачи чемпионы высшей лиги КВН Команда имени меня Город Королев Смотрим Здравствуйте Здравствуйте О чем вы мечтали в детстве? Сбилась и ваша мечта? Я в детстве мечтал о том Чтобы Попробовать себя на большой сцене И моя мечта отчасти сбылась А также я мечтал, чтобы у меня взяли интервью Спасибо вам, девочки Благодаря вам Сейчас моя мечта исполняется Моя мечта была хорошая, интересная Но я ее не помню, потому что это было слишком давно У меня на самом деле по факту было три мечты в течение моего отрочества Первое, это попасть в высшую лигу КВН Там сыграть Второе, это когда-нибудь учиться в Германии И третье, стать рэпером Я все мечты исполнил Вот так вот Что? Микрофон будет Работает, знаете, что со второго дубля у нас у всех разные мечты Да, да Потому что сложный вопрос, тут надо подумать А что дальше? Все? Сложно ли было играть в высшей лиге и отличается ли это от других лиг? Какие у вас ожидания от будущих игр в сезон? Ну, у нас этот сезон в высшей лиге для нашей команды последний И в этом году у нас основная задача выиграть золотые медали Вот, идем к этому потихонечку Вам же серьезно надо отвечать? У вас же очень серьезная программа Ну, зал высшей лиги, конечно, отличается от всех остальных Во-первых, он гораздо более взрослый Гораздо более разнообразный И одновременно он и придирчивый И в чем-то, наоборот, легкий для понимания Иногда там работают и простые вещи Иногда и наоборот Они придирчивые достаточно Но это интересно Потому что зал высшей лиги, по сути, средств общества такой Там есть и очень богатые люди на первых рядах И те люди, которые ходят на балкон Ну, вы их видели в метро Вот, поэтому это интересно Если ты там заходишь, то ты достаточно уверен в том, что ты делаешь что-то правильное и хорошее В высшей лиге, да, играть сложно Более того, это вообще уникальный опыт, который ты нигде не повторишь Потому что это, так сказать, креативный спорт, можно сказать Там команды сражаются со всех городов Задействуют много ресурсов И это реально тяжело выигрывать, быть смешным в высшей лиге Вот такое у меня описание Вот так вот мы вам душно ответили Есть ли планы и мечты после КВН? Давайте сейчас, ладно, начнем Накопить на квартиру в Москве А КВНчики, все, когда КВН заканчивается, они впадают в литургический сон Вот, до спецпроекта Да нет, но дальнейшее творческое развитие, вот наши дальнейшие планы Каким оно будет, ну, покажут жизнь Ну, у меня личная мечта, что я вижу после КВН, это сыграть в большом кино или сериале Мне бы очень хотелось И второе, командное, чтобы у нашей команды была возможность хотя бы снять пилот, собственно, шоу Очень везем Что вам нравится в КВН и когда вы решили стать участником этой игры? Ну, просто в целом не так много площадок, когда мы начинали играть в КВН Было, где можно себя самореализовать И КВН одна из самых таких ярких и больших была И вот поэтому мы начали играть в КВН Что нам понравилось в КВН? Ну, атмосфера, наверное, вот эта вот вся Такого творчества молодежного При этом одновременно достаточно взрослого по темам, по мысли бывает Ну, во всяком случае, в то время, когда мы начинали, это было так Ну, мы начинали играть в КВН в детстве Просто как хобби было Свободное время проводили вот так, с шутками Творчески проводили время Потом затянуло И дальше уже появился и спортивный интерес Вот так это происходит Девочки, вам точно серьезно надо отвечать? У вас же серьезная программа Давай так же, давай-давай-давай Давай не надо Не мучайте слух наших зрителей Как и кому пришла идея назвать команду КВН имени меня? Мне пришла идея назвать команду имени меня Я перебирал варианты там Знаете, многие команды любят называться имени там кого-то Имени Ленина, имени Маяковского, еще кого-то Вот мне пришло в голову такое название Я подумал, это смешно, прикольно и креативно На вопрос имени меня, имени кого Мы постараемся ответить в финале высшей лиги Лучше не надо, да Врачебный тайм Что пожелаете? Какие советы дадите нашей команде? КВН? Ой, все понятно Я улетела Что пожелаете? Какие советы дадите нашей команде Бесконечные новости Киностудии Морганфильма И нашему преподавателю Александру Мазаеву Девочки, Александр Просто получайте удовольствие Самое главное Любите то, что вы делаете И это обязательно куда-то вас выведет Хочу просто вам пожелать, чтобы вы каждый раз Все, что вы не делали здесь В вашей творческой студии Получали Кайф И улыбку на лице Хи-хи-ха-ха Ну ладно Старайтесь Просто Получать удовольствие от того, что вы делаете И делать то, что вы делаете Каждый раз чуть-чуть лучше Так вот по маленьким ступенечкам Вы добьетесь высокого профессионализма Я желаю вам просто кайфовать Получать кайф от того, что вы живете От того, что вы творите Вот кайф Вот главная цель Главная задача Нашего существования И научиться пародировать акцент кавказский, как вы поняли По кайфу Давай, давай Мастер-класс, мастер-класс Давай, давай Спасибо вам большое Молодцы Спасибо, круто Хи-ха-ха Давайте все вместе Концент кавказский Давайте Раз Два Три Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха С вами была Команда Бескальчные новости И команда имени меня Спасибо большое вам еще раз. Наши корреспондентки Алина и Даша сняли репортаж про цирк Санкт-Петербург. Давайте посмотрим, как артисты готовятся к выступлению. Цирк Санкт-Петербург пригласил в бесконечные новости осветить представление «Собачий дозор», которое состоится в Костино. Добрая история о взаимопомощи, где симпатичные щенки-супергерои помогают не только друг другу, но и людям. Шоу насыщено оригинальными номерами и спецэффектами. Зрители ждали любимые персонажи, веселые клоуны, бумажная дискотека, шоу мыльных пузырей. Дети, пришедшие в костюмах героев, смогли принять участие в представлении и получить призы. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про работу с героями мероприятия. Ну, герои мероприятия – это замечательные сказочные персонажи. Щенячий патруль. Я так думаю, что все ребята смотрели по телевизору замечательный сериал, и все знают не только, кто такие щенячий патруль, но даже вот я заметила по зрительному залу, когда они приходят к нам в гости, они все знают по именам. Поэтому очень приятно, когда приходят зрители и встречают уже сказочных героев от щенячий патруль, знают, что они уже с ними знакомы по телевизионным передачам. Сколько примерно вы тренируете собак, чтобы они научились командовать всяким? Это очень длительный процесс, потому что когда собачку нужно чему-то научить, я имею в виду в цирке, то обязательно, конечно, ее начинают заниматься со щенячьего возраста. Маленький щеночек, которого приучают знать сначала первое – это команды, сидеть, лежать, а потом уже смотря какие трюки нужны. Вот, допустим, если нужно много трюков, то, конечно, и много собак нужно, потому что одна собака, ей очень тяжело сразу выучить всю работу цирковую. Это все делается тогда, когда ты уже выстроишь тот номер, который ты хочешь показать зрителям, цирковой. И вот тогда ты работаешь, уже занимаешься с собачками, непосредственно готовя этот номер. Вот так происходит тренировка. Сколько лет вы занимаетесь с собаками? Да, с собаками я занимаюсь всю жизнь. Ну, чтобы вас так не пугать, ну, больше 50. Скажи, кем ты жунаешь? Ну, я, ну, это тогда будет передача очень большая. У меня вот есть собака, ее зовут Белла, она уже со мной 12 лет. Ей исполнилось в ноябре 12, и она очень долго. А какая порода? Не помню, я смотрела. Она у тебя дома живет? Да. А команды она знает? Она воспитанная собачка? Да, она знает сидеть. Ну, вот видишь, ты молодец. Правильно, что ты занимаешься, даже если собачка живет просто дома, не работает в цирке, то она обязательно должна знать команды. Потому что она является членом семьи. И поэтому каждый член семьи должен быть воспитанным и быть вежливым, и внимательным. И собачка тоже. У меня вот раньше была собака, ее зовут Сдела, вроде бы немецкая овчарка. Вот, и мы ее тренировали всяким трюком, что она может, вот. Ну, и она у нас в том году сбежала, так и не нашли. Ну, жалко, жалко. Ну, она, наверное, у вас вырвалась или с поводка, или просто сбежала? Ну, она сбежала, наверное, потому что мы ее нашли на улице и решили приучить. А, ну, это уже да, это было. Она могла бояться тех хозяина. Да, да, да. Это уличные животные, и их, конечно, очень трудно, когда ты берешь, допустим, собачку из приюта, или ты берешь какую-то собачку, брошенную на улице, то первый даже год, когда она дома, нужно ее обязательно выгуливать только на поводке, потому что это стрессовая собачка. Ну, я с ней где-то пробыла два года. Я очень рада, что она у меня была, потому что она, можно сказать, как наша семья, с ней очень хорошо, и можно будет даже, если встречу с ней, то буду очень рада. Ну, это приятно, молодец. Сейчас у нее, наверное, уже новая хозяина. Ну, дай бог, если повезло этой собачке. И я очень рада, что мы ее нашли. И я, можно сказать, почти вложила в нее всю душу. Очень приятно, когда маленький человечек, он еще, как говорится, тебе вообще сколько лет? Мне 12. Ну, вот, ты знаешь, сколько любви. Ты говоришь даже о животных с такой любовью. Это очень приятно. Я всех люблю животных. Молодец. Разно какие. Вот все должны на тебя равняться. Спасибо вам за такой интересный интерьер. Пожалуйста. Всегда буду рада с вами еще пообщаться. Всего вам доброго. Успехов в школе. Спасибо. Здравствуйте. Расскажите про работу с героями мероприятия. С героями, в смысле, с участниками нашими, да? Я хочу сказать, что вам очень повезло. В нашей команде есть такие артисты, как Марина Маяцкая. Вы у нее брали уже интервью. И Николай Панукалин. Это вообще звезды советского цирка. Они занесены в энциклопедию. Это величайшие, величайшие артисты. И вам повезло, что сегодня они участвуют в спектакле. Также у нас есть другие артисты, как Кругловы, Зухра и Александр. Они дрессировщики, но раньше они работали перши, великолепные артисты, очень хорошие дрессировщики. У них замечательные питомцы. И наша семья шоу группа Мозаика. Мы работаем с семьей. Муж, сын, я. И у нас тоже есть свои номера, которые вы увидите в процессе нашего выступления. И надеюсь, что наша программа вам понравится. У вас есть собака? У вас есть сама именно собака ваша? Да, у меня сейчас овчарка немецкая, Урал. И он много знает и умеет трюков. Также мы занимаемся и защитой, и выборкой. Ну, в общем, у нас большая программа, и я с ним с удовольствием занимаюсь. И у нас есть успехи. И также у меня есть кошки, которые тоже участвовали в программе. Но сейчас они отдыхают, сейчас они не участвуют. Сколько лет вы занимаетесь такой профессией? Очень давно. Даже не хочется говорить, потому что давно. Очень? Очень. Ну, я сначала была профессиональной танцовщицей. Я работала в военных ансамблях, потом работала солисткой муз-концерта. А потом пришло время, когда вот со всей этой перестройкой мы создали номера с моим мужем, с сыном. И уже работаем как шоу-группа «Мозаика» в таком эстрадном цирковом плане. Спасибо вам за такое интересное интервью. И вам спасибо. Я желаю вам здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо. Мероприятие прошло отлично. Алина Кожухова, Дарья Белякова, Александр Мазаев. Для шоу «Бесконечные новости». А прямо сейчас репортаж корреспондентки Алины. Смотрим. Всем привет. С вами Алина Кожухова. Вы смотрите программу «Бесконечные новости». Сегодня мы находимся в парке Советского Союза. Мы находимся сейчас здесь. Вот такой большой самолетик. Истребитель. Военный, российский. Вон там вот военный самолет. Он очень огромный. И летом можно в него даже полазить. Это я знаю, потому что мы летом там влазили. Вот военные машины начинаются. Вот первая военная машина. Вон там вот можно будет прочитать все, что написано. Вон танк. А вот и сам самолет. Он очень большой изнутри. И вот эти штучки. Они очень крутые. Вот. Его даже можно потрогать. Смотрите, какой большой. Кто хотел увидеть колеса вообще в жизни? Вот вам. Вот. Какой большой. Здесь можно прочитать историю всего. Вот. Так он очень-очень-очень огромный в жизни. И вот тут эти штучки открываются. А вот первая ракета, которая запускалась. Вот она такая большая, огромная, можно так сказать. Вот такая большая бомба. Она очень огромная. Здесь можно даже почитать его истории. Кому интересно, можете остановить и почитать. Вот. Вот это было еще пострадано в годы войны. Мне пока что бабушка сказала. Вот. Смотрите, какой хорошенький. Здесь его тоже можно историю почитать. Просто распечатать и показать. Вот такой огромненький, большой, прикольный. Летом, если я здесь буду, то я вам покажу. Вот. Прям все, чтобы было понятнее. А то потому что зима. И почти ничего не видно. Огромная пушка. Здесь ее тоже можно историю почитать. Как она сделалась, где и что. Вот. 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 Вот такой большой пар. Ну и вон там дальше и нет танков. Это только в начале. И здесь вот так. Давно у нас не было с вами минутки спорта. Наши корреспондентки Ксюша и Яна подготовили для вас такой видеоклип. Давайте посмотрим и позанимаемся. Здравствуйте. Это программа «Стемья Семьяновская». Меня зовут Вера и я зовут Ксюша. Мы занимаемся на мастер-классе. Сюда еще. Так, сидя, я знаю, наверное, не стоит. Что вы еще сделаете в коровке? Не повторяй Прикольно Вообще, я хочу, которому ты едешь, назвать ферамидом Родзини Ну, вообще, благоферамид Ну, он, наверное, делает его больший шок на руках и на ноге действия Иди к ночь Да Не, ну, тверо Тверо О Этот трюк назвать шерпин Блин, сейчас что-то я говорил, что люди против Ну, как получилось, я Ну, а с вами был Лобик И до конца Всем пока А на этом у меня все С вами была Ульяна Прохорова Подписывайтесь на нас И увидимся на канале Морган Фил в это же время Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok